Уважаемые коллеги, друзья, сегодня наш самый главный профессиональный праздник – День космонавтики. 54 года назад Юрий Гагарин, имя которого знает весь мир, полетел в космос. С этой даты, 12 апреля 1961 года, и начинается эра изучения новых миров, освоения внеземного пространства. Мы гордимся нашей историей, нашими подвигами, победами и достижениями. Отечественная космонавтика – это самые яркие события, выдающиеся ученые, талантливейшие конструкторы, исследователи, на многие годы опередившие свое время. Но прежде всего – это мечтатели, люди, которые верили и верят в себя и в свою страну. Каждое событие отечественной космонавтики было первым в мире. Наши предшественники творили историю. Первый спутник Земли, первый полет человека в космос, первый выход космонавта за пределы космического корабля – все это сделали наши соотечественники. Сегодня особенно важно не потерять, а нарастить темп нашей работы. Новые поколения исследователей космоса, тысячи рабочих, ученых, инженеров должны продолжить и вывести на новый уровень достижения тех, кто был перед нами. Мы должны сделать свое открытие, разработать и произвести совершенно новую, самую современную технику и покорить новые миры. Как руководитель Федерального космического агентства искренне рад поздравить сегодня каждого работника ракетно-космической отрасли России. Всех, кто в космосе и на Земле каждый день, каждый час работает и преумножает достижения нашей страны. Благодарю всех за честный труд, за космические аппараты, за ракетоносители, за пилотируемые корабли, за подготовку молодежи. Отдельное спасибо ветеранам. Именно вы и ваша работа сделали возможным то, что мы оторвались от Земли и покорили открытый космос. Дорогие друзья, поздравляю всех с праздником. Желаю удачи, радости, здоровья и благополучия вам и вашим близким. И, конечно, новых идей и новых достижений.